Друзья, всем привет! С вами Рыбасская Хата. В догонку к видео о готовке рыбы, конкретно щупки окуня в духовке, следующий ролик. Вчера был на рыбалке, видео есть или будет, но щучка, две щучки по килограмму приблизительно, окунь 200 грамм. Щучка такая имеет много мелких костей и я сейчас покажу, как в процессе готовки от них избавиться. Соли, как обычно, я засыпал по максимуму, ничего не чистил, рыбка пролежала практически сутки, но это ничего не значит. Может и двое суток пролежать, соли побольше и все потом зависит только от времени ее промывки и какая рыбка по солености вам нравится. Убираем лишнюю соль, прям сюда в тазик счищаем, не боимся и готовим нашу рыбку к тому виду, в котором она будет запекаться в духовке. Это не выкидывайте, не сливайте, оно сейчас пригодится. Промываем нашу рыбку холодной водой от слизи, от соли, так ее удобнее будет держать при потрошении, разделке. И приводим ее к такому виду, в котором она будет и лежать у нас в духовке готовится. Да, в наш тазик набираем воды приблизительно столько, чтобы она закрыла рыбу полностью. Эту соль размешиваем, если останется на дне, ничего страшного. Где-то вот так вот. Много тоже наливать не стоит, сейчас объясню для чего. Все, пока мы рыбу разделываем, эта соль еще растворится. Щучья печень, и также в рыбке присутствовала икра, во всех, кстати, в окуне и в щучке. Промываем и сразу ставим в воду. Она все-таки успела пропитаться солью, и пусть постоит часа два, лучше потом досолить. Ее, чем сейчас она будет пересоленая. А потом пожарить с яичницей отдельно, или омлет такой сделать, это уже на любителя. Кстати, я здесь ее не разделяю, только распластал, шкурку до конца не прорезаю, но вполне можно вообще на две части ее разделить, и будет нормально. Ну, соль вот эта у нас практически вся растворилась. И сейчас переходим к процедуре удаления костей. Друзья, кто делал хе и щуки, тому будет более понятна эта процедура. Берем уксус, вот у меня спиртовой 9%, нам надо где-то сделать 2-3% литром полтора литра воды, ну, грамм 70 я сюда добавлю, будет нормально, чуть дольше по времени просто. Зато не будет щука так кислить. Я много уксуса боюсь добавлять так. И размешиваем. Ничего страшного, что такого цвета вода, грязная там с солью. Рыбку все равно будем еще промывать. Щука побольше, начинаем укладку с нее. Окунь положим сверху. Там хвостик, если не влазит, ничего страшного, там все равно таких нету. Косточек, главное вот это где ребра. Воды, кстати, нормально будет. Получается уксуса чуть поменьше, значит щучка будет чуть подольше лежать. Как определить сколько, это будет сразу заметно. Вот оно мясо такого цвета. И когда дойдет, придет время доставать, оно побелеет. Притом оно не постепенно белеет, а вот лежит-лежит и потом раз, так за пару минут и побелело. Где-то через минут 20-полчаса, не знаю сейчас пока. Водичку эту периодически, вот так вот, минут 5 пройдет, 7-10. В общем, надо периодически помешивать. Наверное, чем чаще, тем лучше. Ну что, прошло в принципе полчаса. И рыбка вот побелела. Не так, конечно, как при готовке для хея. Но побелела довольно-таки заметно. Я думаю, этого будет достаточно, потому что она еще пройдет термообработку, довольно-таки долгую. И эти косточки не будут чувствоваться. Все, сливаем эту воду, промываем и оставляем ее в воде. Будет она стоять у нас часа полтора. И три-четыре раза меняем воду и промываем. Не забываем о нашем деликатесе. Печенка с икрой. И меняем воду. Сок у нем только поаккуратней. Мыть против шерстки его не рекомендую. Он и в этом виде может кусаться. Рыбка в воде, продолжает отмокать. И, кстати, вот после первой ее заливки все-таки остается там уксус. И он продолжает работать. Какая-то химическая реакция. Ну и очень даже хорошо, что мы не доводили ее до такого состояния белого, как при готовке хея. С икоркой поаккуратнее вода, плюс масло, плюс горячая сковородка может довольно-таки постреливать. И тут небольшой перекус для поднятия тонуса. Приятного аппетита, дядя Дима! А дальше все в том же порядке, как и в видео, на которое я оставлю ссылку в описании и здесь сверху. Берем бумажные полотенца или салфетки и убираем лишнюю влагу с нашей рыбы. Окуня будем вялить на противне и на пергаментной бумаге. Смазываю его немного подсолнечным маслом. Масло упростит снятие окуня с пергамента. Противень и пергамент защитят нашу духовку от капель жира со щуки. Выставляем температурный режим на самый минимум. И приоткрываем духовку. Время приготовления щуки 6-8 часов. Окуня меньше, надо проверять. А вот и все, рыбка готова. Окунь чуть побыстрее, где-то 5,5 часов я его запекал. Ну а щучка где-то часов 7, подольше. Тарелочку что-то я не очень большую взял, да ладно. Нормально. Так, а, вот она как выглядит с другой стороны. Ну, все красивенько. Так что, друзья, готовьте. Приятного аппетита. Такие рыбные чипсы. Все, друзья, всем трофеев на рыбалке и приятного аппетита. С вами Рыбацкая Хада. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова